Всем привет! В этом видео расскажу, как я подставила клиентку. Собаку помыли? Вы бы хоть сказали, что из-за того, что через неделю-то... Я же думала, что я вас записала на этот понедельник-то, а вы начали возмущаться, я думала... На четвертый, я еще говорю, поторву. Ну, хоть бы написали, я просто не на ту неделю-то посмотрела. А я и не поняла. А я смотрю, вы возмущаетесь. Я думаю, по поводу цены, что ли, возмущаетесь. Думаю, нифига себе перенаращивать через две недели это самое. Я откуда-то знала. Рассказываю историю. Сижу я, значит, дома в субботу, отдыхаю. Я устроила себе в этот день такое выходно, что я вообще ничего не делаю, только смотрю фильмы и все, расслабляюсь, короче, по полной. Вообще ни о каких своих проблемах не думаю. И мне это очень нравится. И тут она прямо с утра мне пишет, что она сломала два ногти, ей бы надо переделать. Смотрю по записям. В воскресенье я не могу, потому что у меня поломался компьютер. Мне надо было срочно его нести в ремонт. Кстати, забегая вперед, скажу, что в ремонт отнести мне его не удалось, потому что в воскресенье контора не работает. И я ей сказала в понедельник, а почему-то писали записи на понедельник следующей недели. То есть я ей написала четвертое число. Ну, что-то вот глюкануло у меня. И написала ей цену 200 рублей за ноготь, потому что там перенаращивание, это не просто там что-то ремонт, а именно перенаращивание. И я говорю, вот у вас 400 рублей получается. И тут она мне отвечает, нет, мне это не подходит. И замолчала на весь день. Я думаю, ну ладно. И под конец дня она мне пишет гневное такое письмо, что она не думала, что я такая плохая, что не забочусь о своих клиентах. Дальше немножко расскажу. А что мы делать-то будем? Сейчас покажу. Ремонт делали? Нет. А чего? А когда облезла? Сразу? Нет. Может, я когда готовила, что-то зацепила, еще что-нибудь. Это сиреневые здесь блески. Со стразами будем делать? Что она готова была за срочность заплатить и тысячу рублей, но я вот такая сякая не захотела ее срочно принять. А я-то до сих пор не понимаю, что оказывается я ее записала аж через неделю. Если бы она мне хоть написала бы, а можно бы поближе, я бы еще раз заглянула бы в журнальчик-то, и что-нибудь бы у меня в мозгах там повернулось. Но я упорно думаю, что я ее записала на ближайший понедельник. И начала, знаете как, лучшая защита от нападения. И я ей начала писать, что, ах, это вы думаете, у меня своих дел нет, меня вообще в городе нет, я почему должна все свои дела бросать, у меня тут тоже есть запланированные дела. и что это значит, я не заботюсь о своих клиентах. Я, значит, сижу как дурочка, по два с половиной часа все вылизываю, в то время как другие за час, за полтора могут сделать маникюр и отпустить клиента, и при этом побольше заработать. Ну, за счет большего пропуска клиентов через себя. Я вот ей так это написала, значит, я обычно так с клиентами не общаюсь, вот, а тут прямо она там вставила элементом такой момент, знаете, чтобы обидеть человека. Я сейчас не буду все рассказывать, но есть в ее словах, есть один момент, что я прям увидела, что она захотела меня обидеть. Я говорю, вот вы захотели меня обидеть, поздравляю, у вас это получилось. И она, видимо, размякла от такого вот напора. Не знаю уж это сразу, извините. Там я не думала, что вот вас и в городе нет, и туда-сюда вроде. Давайте договоримся и помиримся. А я же человек простой. Если ли человек, значит, ну, вижу, что он раскаивается или чего-то, там я, конечно же, его прощу. И все, мы тут и сразу договорились. Она говорит, ну, так что? Говорит, когда приходить-то? Я говорю, ну, вот в понедельник и приходите. Я уже число-то и не называю. Я в тот момент еще до сих пор не понимаю о том, что я ее записала через неделю. Я упорно продолжаю думать, что запись у нас в ближайший понедельник. И вот я ей это говорю, приходите в понедельник. Она, ну, хорошо. И вот сегодня понедельник, я еду на работу. И у нас что-то там с электричками. Александров не принимает поезда. Как позже оказалось, что и с автобусами тоже беда. Они стоят на переезде. И не только с Александрова и с соседнего. Там другого города не иструнено. Не могут люди попасть в Александров. И также из Александрова поезда не выезжают. И вот пользуясь этой заминочкой, я что-то начала ей писать, что к назначенному времени я не успеваю. Смотрю, а дата-то написана на 4 апреля. И тут-то до меня дошло, чем клиентка не была недовольна, что я не могла выделить для неё время в течение целой недели. И поэтому я говорю, вы бы мне хоть написали, потому что, конечно же, в течение недели я могла бы найти для вас место, но я просто этого не заметила. Вот такая у меня была история на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Туковческое вдохновение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok